Здравствуйте, организаторы и участники Всероссийской конференции, посвященной неделе безопасного интернета. Вас приветствую город Самара, Самарская областная детская библиотека. Меня зовут Овчинникова Дарья Юрьевна, я библиотекарь первой категории отдела обслуживания школьников. Хочу представить свой проект под названием «Равный равному» проект Самарской областной детской библиотеки «Культурный код. Дети открывают культуру». Сегодня очень сложно представить нашу жизнь без интернета. Мы проводим огромное количество времени за общением в социальных сетях, прослушиванием музыки, поиском учебной информации и просмотром видеоконтента, которые не всегда для наших детей носят позитивный характер и правильную расстановку ценностей культурно-всесторонней развитой личности. Библиотечное сообщество развивается вместе со своими читателями, переходя на интернет-площадки. Библиотекари уже давно ведут активно социальные странички своих библиотек, записывают подкасты, видеоблоги, скетчи. На тему обыденной жизни библиотеки. И всячески пытаются быть на одной волне со своими читателями. За активным внедрением новых технологий и форм онлайн-работы мы, взрослые, часто забываем дать слово детям в нашей интернет-среде. Кто, как не они сами, смогут рассказать о новом культурном пространстве, где каждый сможет найти свое занятие по душе. Исходя из этого, мы решили реализовать информационный проект «Культурный код. Культуру открывают дети». И дать возможность на большую аудиторию рассказать о культуре Самарской области обычным мальчишкам и девчонкам. По принципу равный-равному дети и подростки рассказывают о преимуществе модернизированных библиотек, которые стали модернизированы по национальному проекту «Культура». Этот проект реализуется в Самарской области с 2019 года. И уже несколько лет успешно облагоустраивает все социокультурные места, в том числе и библиотеки. Об этих библиотеках много писали в газетах, показывали на ТВ. Но вот на интернет-площадках, где в основном свое свободное время проводят дети и молодежь, этого культурного контента недостаточно. Поэтому идея информационного проекта «Культурный код. Культура открывает дети» показался нам очень актуальным и востребованным. Сложно придумать что-то новое, но мы уверены, что этот проект, которым я сегодня расскажу, не имеет аналогов. «Культурный код» — это серия сюжетов продолжительностью 10 минут о работе модельных библиотек Самарской области. И один сюжет был снят о деятельности нашей Самарской областной детской библиотеки, так как мы являемся непосредственными участниками модернизации библиотек. В основе этих видеороликов детям и подросткам рассказывают доступным и понятным для них языком о культурной жизни Самарской области. Съемки передач принимают не профессиональные телеведущие, а обычные активные дети, потому что им больше будут доверять, чем тетям и дядям. Организовав путешествие медиаволонтеров по Самарской области с посещением новых библиотек, сами дети изменяют мнение своих сверстников о том, что библиотека — это не скучно. Ориентируясь на особенности восприятия информации детьми, мы использовали приемы известных телепередач, таких, например, как «Орел и решка», «Мирная изнанка», «Ревизора». А также вдохновились многими тревел-блогами, которые очень популярны в подростковой молодежной среде. Мы рассказываем детской аудитории о библиотеках, тестируя и пробуя все новые возможности на себе. Что появилось в библиотеках нового, какие технологии применяются. Ребята-ведущие искренне удивляются новому дизайну, оборудованию и, самое важное, обновленному книжному фонду. Особенностью каждой передачи является заключение ребят. Они рекомендуют ту или иную библиотеку своим сверстникам. Реализация проекта началась с коллаборации сотрудников Самарской областной детской библиотеки и творческой мастерской «Юные гений», которая базируется в образовательном центре Южный город. Эти ребята стали самыми главными помощниками и бессменными ведущими. В крепкой связке мы работали над каждым выпуском программы. Этот процесс включал в себя несколько этапов, и вот о них я хочу рассказать немного подробнее. На самом первом этапе отбирались материалы о библиотеке, про которую будет выпуск. Для подготовки информационного контента и литературного сценария. Писался литературный сценарий, мы заочно узнавали с ребятами информацию о той или иной библиотеке и заочно с ней знакомились. Затем с командой медиаволонтеров проводились встречи, на которых готовился сценарный план. И все участники съемочного процесса были задействованы не только сами дети, библиотекари, а также видеооператоры. В период реализации проекта дети учатся работать с информацией и составлять тексты, осваивают новые навыки публичного выступления и тем самым оттачивают и совершенствуют свои навыки. Сотрудники же библиотеки получают колоссальный опыт в части продвижения и позиционирования своих услуг. Тем самым способствуют открытости и доступности учреждений культуры для своих целевых групп. На следующем этапе осуществлялся выезд творческой группы проекта уже на место, то есть саму модернизированную библиотеку. Там ребята самостоятельно выбирали те локации, которые им больше всего нравятся для съемок, чтобы познакомить своих потенциальных зрителей с теми локациями, которые им нравятся там. И что они хотят сами рассказать и донести. С ребятами проводилась экскурсия, много рассказывали о кружках, студиях, которые действуют в новых библиотеках. Также подростки брали интервью у самих читателей, которые встречали в библиотеке, у сотрудников, ну и, конечно же, у руководства библиотек. Ребята проверяли на себе все самые новые услуги, которые предлагают модельные библиотеки. Например, 3D-ручки, интерактивные доски, VR-очки, сенсорные терминалы, игровые, развивающие модули, шлемы виртуальной реальности, столы для рисования песком и многое другое. Одним из важных по содержанию является этап озвучки, то есть запись закадрового голоса видеосюжетов. Очень важно составить текст, сохраняя специфику деятельности и донести простым языком о том, о чем же занимаются в модельных библиотеках. Чтобы этот язык был понятен подросткам и детям. Видеосюжеты проекта выходили в прямом эфире на телеканале Россия 24 Самара. А после трансляции на телевидении их можно увидеть было на руту-канале библиотеки Ёж-ТВ и других интернет-платформах. Каждый выпуск программы – это уникальная история про каждую детскую модельную библиотеку, где взаимодействие библиотекарей и детей был создан свой интересный сюжет, за которым интересно наблюдать в каждом из выпусков. В каждой библиотеке ребята придумывали интересный сюжет, который проходил между ними, сюжетная линия, где ребята могли проявить свои творческие способности, как актерские, так и режиссерские. Процесс создания проекта и его реализация был очень творческим и живым. Наша задача была дать слово именно детям, чтобы они смогли рассказать и показать на собственном примере, что открывать для себя культуру, посещать библиотеку и быть начитанным, интеллектуально подкованным – это здорово, модно и круто. В ходе реализации проекта невозможно было отметить и творческий рост, как детей, так и самих сотрудников библиотеки. Все прокачались новые умения и получили актуальные навыки работы с оборудованием. Проект является востребованным, так как потребность в создании такого информационного поля для детей и подростков существует. Появилась определенная платформа, на которой ребята теперь могут говорить, и они будут услышаны своими сверстниками. Тому подтверждением является факт того, что после выхода каждой передачи видеосюжеты разлетаются не только по страничкам библиотек, но и на личные странички друзей, знакомых, просто ребят, которые видели наши сюжеты на наших YouTube-каналах и группах ВКонтакте. Наша главная цель – добиться того, чтобы у детей был позитивный информационный контент, который способствует формированию конструктивного отношения к социальной и виртуальной реальности. Интернет – это огромное пространство, которое может быть увлекательным, полезным, но самое главное – безопасным. Интернет – это огромное пространство, которое может быть увлекательным.